The eleventh lesson. Одиннадцатый урок. The eleventh. Одиннадцатый. Порядковое числительное образовано по правилу. То есть к числительному eleven добавляем окончание th в звуке с. И не забываем про определенный артикль d. The eleventh. Одиннадцатый. The fifteenth of november. Пятнадцатая ноября. The fifteenth. Пятнадцатый. Тоже образовано по правилу. November. Ноябрь. Saturday. Суббота. Saturday. Two puzzle rhymes. Два стишка загадки. Пазл-загадка, рим-стишок. То есть пазл-рим-загадка в виде стишка. Polly's school teacher says that Polly is a good pupil. So the girl always tries to do her lessons well. Школьный учитель ПОЛЛИ говорит, что ПОЛЛИ хорошая ученица. Поэтому девочка всегда старается хорошо выполнять свои уроки. Однажды ПОЛЛИ приходит домой со школы, очень счастливая. Ты поздно, дорогая, говорит миссис Дейл. You must be as hungry as a wolf. Должно быть, ты голодна, как волк. Yes, mommy, I'm very hungry, but I have no time for dinner. Да, мама, я очень голодна, но у меня нет времени на обед. Я должна выучить наизусть два стишка-загадки. И я должна отгадать, что они означают, говорит Полли, ставя свою школьную сумку на стул. Напоминаю, что выражение by heart переводится наизусть. Уже встречалось. By heart. Guess. Отгадывать, угадывать, догадываться. I must guess. Я должна отгадать. Mean значит иметь в виду. То есть what they mean. Что они означают. Снимай свою шляпу и пальто и садись обедать. Eat some bread and drink some milk, her mother says. Поешь хлеба и выпей молока, говорит ее мама. There is a good girl. Будь умницей. I have no time, mommy. У меня нет времени, мам. Really, I have no time. Но у меня правда нет времени. Полли кричит Полли, доставая тетрадь из своей сумки. No, dear. I won't let you do your lessons. Нет, дорогая. Я не разрешу делать тебе уроки. Глагол let. Позволять, разрешать. Won't, напоминаю, это сокращенная форма глагола в будущем времени. Will not. Вспомогательный глагол will с отрицательной частицей. Will not. То есть I will not let. Или I won't let. Я не позволю. Я не разрешу. You must eat first. Сначала ты должна поесть. То есть the first – это первый, а first – это сперва, сначала, наречие. Говорит миссис Дейл и приносит кувшин молока и хлеба. Will you try to guess these puzzle rhymes? Ты попробуешь отгадать эти стишки-загадки? Polly asks, drinking the milk and eating the bread. Спрашивает Поли, выпивая молоко и кушая хлеб. Попробую, если загадки не слишком трудные, говорит миссис Дейл, улыбаясь. Oh, they are very simple. Ой, они очень простые. Прилагательное simple – простой. Listen, mommy. Слушай, мам. Polly says and begins to read them. Говорит Поли и начинает их читать. The teacher writes on me with chalk. Учитель пишет на мне мелом. Chalk – L не произносим. Mel – chalk. With chalk – как слово в творительном падеже. Мелом. My face is black. I cannot talk. Моё лицо чёрное. Я не умею говорить. Unlike the boys whose voices hum. В отличие от мальчиков, чьи голоса жужжат. Unlike – в отличие от. Unlike. Hum – гудеть или жужжать. Hum. I do my work remaining dumb. Я выполняю свою работу, оставаясь немой. Remain – это оставаться. Remaining – оставаясь. Dumb – в конце снова am, как бы поглощает эту be, то есть be не произносится. Dumb – это немой, то есть человек, который не говорит. Прочтём ещё раз всё четверостишее полностью. The teacher writes on me with chalk. My face is black. I cannot talk. Unlike the boys whose voices hum. I do my work remaining dumb. Учитель пишет на мне мелом. Моё лицо чёрное. Я не умею говорить. В отличие от мальчиков, чьи голоса жужжат, я выполняю свою работу, оставаясь немой. Now, mommy, guess what it is, she says. А теперь, мама, отгадай, что же это? Говорит она. Really, dear, I can't, mother says. Правда, дорогая, я не могу, говорит мама. I can, says Jimmy, who is sitting on a chair near the window. It is a fence. Я могу, говорит Джимми, который сидит на стуле возле окна. Это забор. Новое слово. Fence – забор. Fence. И, значит, здесь правило с предыдущего урока встречается. Present continuous. То есть одно из времён настоящей группы. То есть настоящее продолженное. Урок десятый. Present continuous. То есть когда действие происходит прямо в момент речи. Прямо в данный момент. Говорит Джимми, который сидит. Who не sits, а who is sitting. Потому что прямо сейчас. What? A fence? Что? Забор? Why must it be a fence? Полли asks. Ну почему же это должен быть забор? Спрашивает Полли. Because boys write words on fences, the little boy says. Потому что мальчики пишут слова на заборах, говорит маленький мальчик. Oh, carrot, mother says. Only bad boys ride on fences. Ой, морковка, говорит мама. Только плохие мальчики пишут на заборах. No, Sam is a good boy. Hugh is a good boy. Джимми answers. Нет, Сэм хороший мальчик. Hugh хороший мальчик, отвечает Джимми. Well, you cannot guess. You cannot guess. And I can. Полли cries, jumping about. Ну, вы не можете отгадать. Вы не можете отгадать. А я могу, кричит Полли, прыгая вокруг. It is not a fence. It is a blackboard. Это не забор. Это классная доска. Новое слово. Blackboard. Классная доска. Blackboard. And what is the second puzzle rhyme? Mrs. Dale asks. А какая же вторая загадка? А какой же второй стишок-загадка? Спрашивает Mrs. Dale. The second, второй. We shall try to guess now. Сейчас мы попробуем отгадать. The second puzzle rhyme is. Второй стишок-загадка это What is this? Что это? I am long and thin and made of steel. Я длинный и тонкий и сделан из стали. Thin – худой или тонкий? Thin. Steel – сталь или стальной? То есть made of steel – сделанный из стали. I cut the mutton, beef and veal. Я режу баранину, говядину и телятину. Cut – резать. Cut. Mutton – баранина. Mutton. Легко запомнить по аналогии. Мутоновые шубы есть. То есть из кого они там. Ну, из шерсти барана, получается, да? Mutton. Ну, то есть методом ассоциации можно тоже запоминать слова. Тоже неплохо работает. Mutton – баранина. Beef – говядина. Beefstecks. Beef. Veal – телятина. Veal. When not in use, I lie and wait. Когда меня не используют, когда я не в пользовании, я лежу и жду. Use – это пользоваться, использовать. In use – в употреблении, в использовании. Lie – лежать. Wait – ждать. Beside my owner's round white plate. Wait – у круглой белой тарелки своего владельца, своего хозяина. Beside – это предлог. У – рядом с. То есть как near, как at – возле, рядом у. Beside – plate – тарелка, уже встречалась неоднократно. Owner – владелец, собственник. От глагола own – владеть. Читаем еще раз полностью четверостишее. Я длинный, тонкий и сделан из стали. Я режу баранину, говядину и телятину. Когда меня не используют, я лежу и жду у круглой белой тарелки своего владельца. I can guess, I can guess, Jimmy cries, jumping off his chair. Я могу отгадать, я могу отгадать, кричит Джимми, соскакивая со своего стула. It is the butcher – это мясник. Новое слово, новая профессия. Это butcher – мясник. То есть правильно, не butcher, а butcher – мясник. Oh, no, 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 Polly cries. It isn't. Ой, нет, 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 кричит Поли. Это не он. Почему ты думаешь, что это мясник? Спрашивает миссис Дейл удивленно. То есть просто surprise – это удивление. Поэтому говорят сюрприз, то есть ты от этого удивишься. Surprise – удивление. In surprise – с удивлением или удивленно. Мясники режут мясо длинными ножами, говорит маленький мальчик. No, 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 you cannot guess, you cannot, cries Поли. Нет, 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 вы не можете отгадать, не можете, кричит Поли. She is very happy. Она очень счастлива. Mommy, dear, try to guess. Мама, дорогая, ну попробуй отгадать. It is not difficult at all, Поли says. Это вообще не сложно, говорит Поли. Really, I can't, Поли. Ну правда не могу, Поли. What is it? Что это? Her mother says smiling, говорит её мама, улыбаясь. Oh, mommy, for shame. Ой, мама, ну как не стыдно. То есть слово shame – это стыд, уже встречалось. For shame – как не стыдно. То есть есть выражение shame on you – как тебе не стыдно, и есть for shame – просто как не стыдно. It is so simple, это так просто. It is a knife, это нож. A knife is made of steel. Нож сделан из стали. It lies beside the plate. Он лежит возле тарелки. A knife can cut mutton, beef, and veal. Нож может резать баранину, говядину и телятину. When you use your knife, it is in your hand. When it is not in use, it lies on the table. Когда ты пользуешься ножом, он у тебя в руке. Когда он не используется, он лежит на столе. It is so simple. Это так просто. Полли says, говорит Полли. She is quite happy. Она совершенно счастлива.